Снимаю фиксатор. Вот, снял фиксатор. Опускаю автомобиль и вращаю коленвал. Делаю 4 полных оборота коленвала. Это я хочу проверить, не будет ли упираться поршня в клапана. Один оборот сделал. Вот, снял фиксатор. Второй оборот сделал. Если видно, я одел здесь пакетик, его втягивает. Когда я кручу, его втягивает. Это говорит о том, что компрессия есть, то воздух затягивает в цилиндрах. Ну и по тому, как я кручу туго. Ладно, выставляю. 4 оборота сделал. Выставляю метки. Все. 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 Штифты у меня стоят. Теперь поднимаю автомобиль и ставлю фиксатор коленвала. Все. Все. Фиксатор встал. Зафиксировал маховик. Вот так должен стоять ремень по меткам. Ну а теперь уже можно скидывать ремешок. И также вот здесь вот снизу надо будет откручивать вот эти болты, которые у нас крепят маслонасос. Ключом на 18 придерживаю болт распредвала. И откручиваю. Ослабляю болты, не откручиваю, а ослабляю. Ослабляю болты, а ослабляю болты. И также второй распредвал. Теперь ослабляю болт натяжного ролика. И откручиваю его. Это вот через это окошко видно эту метку. Возводить будем по ней. Ну новый ролик. Ремень будем ставить новый и ролик тоже поставим новый. Снимаю тоже головка на 13. Обводные ролики. И второй ролик. Ветер сорвался на улице. Снимаю ремень. Ремень, как я говорил, 50 тысяч пробежался. Но подтянулся маленько. Решили заменить на новый. Шестерни, это что мы ослабили. Они крутятся обе. Мы их вперед выставляем. По часовой стрелке вперед. А когда установим ремень, они у нас немножко откорректируются. Откручиваю болт коленвала. Коленвала. Здесь съемник должен быть другой. Но я сниму этим. Здесь усилие небольшое. Здесь усилия, парней м något прижимации. Телефон-плак. Развис. Поarda Hartegen. Подвес-есень. И Стриал. Откручиваем близкими. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне она здесь не нужна. Помою и продую. Но показывать уже не буду, чтобы брызги не летели. Сверху почистил, поднял автомобиль и снизу откручиваем вот этих четыре болта. Эти болты у нас крепят маслонасос снизу. Выкручиваю их и опускаю автомобиль. Снимаю вот эти уплотнители. Что-то не хочет. Неправильно его поставили, поэтому не хотел вылазить. Забили. И откручиваем 10 болтов по периметру крепления маслонасоса. Все, все ослабил. Все, 10 болтов. Оголовка на 8. Ну вот теперь можно оттягивать маслонасос. Оттягиваем маслонасос. Оттягиваем маслонасос. Оттягиваем маслонасос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливать будем вот такой маслонасос LR076782. Это маслонасос увеличенной производительности. Также в маслонасос идет новый сальник. Отдельно его заказывать надо 110-24-15. Оригинальная фирма Land Rover. По мануалу написано, что его устанавливать надо после того, как устанавливаете маслонасос во избежание его повреждения. Но я поставлю его изначально, так как съемника для установки именно сальника у меня нет. Не просто так они придумали устанавливать сальник после установки маслонасоса. Вот эта пластиковая втулка, она выполняет роль направляющей. Она центрует шестерни маслонасоса, потому что шестерня, видите, подвижная. И когда мы будем ставить, мы в любом случае будем мучиться с ее центровкой. Поэтому устанавливать будем с этой фиксацией. Когда шестерня сядет на коленвал, она вытолкнет втулку. И после этого уже будем садить сальник. Это одна из причин. Вторая причина. Сальник имеет нетрадиционную форму сальника. Имею в виду не форму, а конструкцию. Здесь нету прижимной пружинки. Сальник состоит, рабочая поверхность, не резиновая. Какой-то материал. Может быть фторопласт. Посадочный диаметр на коленвале 35. Сальник сжат на 34. Поэтому при его установке в маслонасос и пытаясь установить на коленвал, мы в любом случае его повредим. Мануал написан не зря. Здесь его надо соблюдать. Поэтому сальник буду устанавливать после установки маслонасоса. Обезжириваю обезжиривателем поверхности. Снизу я немножко смажу герметиком. Здесь прокладка новая. Здесь ничего мазать не буду. Снизу прокладка в поддоне остается старая. Поэтому мажу герметиком во избежание протечек. И также вот эти уголки. Хоть они здесь и выступают, но немножко смажу. Тонким слоем нанес герметик. И одеваю маслонасос на место. Тонким слоем. Вставил я маслонасос. Наживил все болты, два вот этих болта, немножко подтягиваю, чуть-чуть, не сильно. Вот я их подтянул, резиночку поджал, чуть-чуть возвращаю на, совсем на немножко, чтобы ослабила резинка. Вот эти болты я наживил, сейчас поднимаю и подтягиваю их. Когда подтяну их, опускаю автомобиль и уже затягиваю эти 10 болтов. Втулку направляющую можно снять. Все, маслонасос у нас стоит нормально. Поднимаю автомобиль, это уже показывать не буду. Подтяну нижних четыре болта, опускаю и подтягиваем верхние. Установил на 10 ньютон-метров динамо-ключ и подтягиваю болты 10 ньютон-метров. Установил на 10 ньютон-метров динамо-ключ и подтягиваю. Все, маслонасос затянут. А теперь ищу подходящего диаметра 35 миллиметров какую-нибудь втулку и одеваю сальник. В комплекте идет еще такое центрирующее устройство для механических коробок передач. Но так как у нас механики нету, я решил его сточить. Оно ровно на 35 миллиметров. Обточил его и одеваю сальник. Подвожу сальник ровно. Сальник спокойно заходит. В мануале написано, что сальник мазать ничем не нужно. Теперь подбираю подходящую сюда оправку и болтом затягиваю сальник на место. Взял такую оправку. Диаметр ее 50 миллиметров. По сальнику сальник тоже 50 миллиметров. Толщина стенки здесь 5 миллиметров. Как раз удобно запрессовать сальник. Беру штатный болт от коленвала. Гринка. Именно все красиво. Гринка. Взял. Все, сальник сидит на месте, ровненько не бить, ничего его не надо. По оправочке он также зашел ровно на вал. Вот таким образом у нас установлен. Теперь устанавливаю шкив, немножко его почищу. Вон внутри вот такой вот ржавый. Ржавчину счищу и устанавливаю. Почистил шкив, устанавливаю его на место. Нанесу герметик. Здесь вот где пометка есть, по этой меточке я нанесу немножко. Беру новый ремешок оригинальной фирмы LR. LR 016 655. В комплекте идет натяжной ролик, болт и сам ремень.